На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как исправить вредный характер? Ну, вредный характер — это болезненная слабость. Она может быть врожденная, может быть воспитанная, приобретенная. Как мы боремся с болезненными слабостями? Прежде всего, упражняясь. Если у человека плохое зрение, то он носит очки и делает определенные упражнения, чтобы зрение у него улучшилось. Если у человека там слабые руки, то он делает упражнения для того, чтобы в руки пришла сила. И то же самое касается и душевных, и духовных аспектов человеческой личности. Если в чем-то у нас есть слабость, то мы должны упражняться. Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Когда человек упражняется в том, чтобы преодолеть какую-то телесную слабость, он приобретает пользу для этой жизни, для жизни земной. А когда человек упражняется в каком-то духовном делании, в благочестии, то он приобретает пользу, которая начинается в этой жизни, а продолжается в жизни будущего века. И вот вредный характер — это именно то, что преодолевается через такие упражнения. Какие упражнения? Молитва, пост. Зачем нужна молитва? Дело в том, что без посторонней помощи самостоятельно преодолеть вредный характер человек не может. Но это можно сравнить с тем, как барон Менхаузен, когда заехал в болото, по его рассказам он взял себя за волосы, вытянул себя, и коня, которого он зажал между ног, на сухое место, поднял высоко, переставил на другое место и спокойно поехал дальше. Мы смеемся над этим рассказом, понимаем, что это нелепость, потому что это невозможно, не может сам себя человек вытащить из болота. И вот так же и здесь, когда у нас что-то греховное присутствует, в том числе, когда вредный характер, то сами, свои собственные силы, мы не можем с этим справиться. Нам обязательно нужна благодатная помощь Божия. И вот поэтому нужно молиться. Это первое упражнение, которое необходимо. поститься, то есть воздерживаться, закалять свою волю. Сей же род изгоняется только молитвой и постом, сказал Господь, вот о всякой демонической злой силе. И вредный характер, это, конечно, такое демоническое проявление. Так что вот молитва, пост, воздержание, духовные упражнения, вот это то, что помогает нам преодолевать вредный характер. А как помогает? Как Господь помогает? Вот вспоминается одна история, которая произошла в одном древнем монастыре. В этом монастыре был игумен, то есть начальник монастыря, который был тоже человеком с очень вредным характером. Особенно его мучила страсть гнева, раздражительность. Он постоянно сердился на всех окружающих. А поскольку он был начальником, то у него много было подчиненных, им постоянно доставалось. Вся братья была ему послушна, трепетали. И он сам страдал от этого. И тоже говорил, Господи, как мне избавиться от моего вредного характера? И вот однажды он молился особенно усердно. И прямо во время этой молитвы без стука зашел в его келью, в его комнату. Один молодой послушник прервал эту молитву. Да еще я прокинул чашку, которая стояла на столе. Чашка упала на пол, разбилась, вода разлилась. Но тут уж этот Игумен не выдержал и показал весь свой крутой нрав, весь свой вредный характер. И бедный послушник убежал в страхе и трепете, потому что ему очень здорово досталось. После этого случая Игумен стал молиться с еще большей силой. Господи, ну вот я же прошу тебя, отними от меня вредный характер мой. Отними от меня страсть гнева, раздражительности. И Господь ему ответил. «По твоей молитве я постоянно умножаю случаи, на которых ты мог бы тренировать свое безгнивие, свое смирение. Вот специально послушникок тебя послал, и даже его так вот подвинул, чтобы он чашку толкнул. Это я сделал, сказал ему Господь, для того, чтобы ты мог упражняться в своем безгнивии». И вот с этого дня действительно Игумен как-то немножко переосмыслил разные события своей жизни и действительно стал от страсти гнева, раздражительности, от вредного характера избавляться. Так что тренировка, молитва, пост и восприятие всех досадных случаев, которые в жизни происходят, именно как такой вот тренажер для упражнения в приобретении хорошего характера, безгневия, смирения, то есть мира, любви и сопутствующих добродетелей. Продолжение следует...